Здравствуйте! В эфире программа «Москва едет». Меня зовут Юлия Темникова, и я рассказываю о том, как развивается транспорт в столице. Сегодня поговорим о профессиях в транспортной сфере. Сегодня столичный транспортный комплекс насчитывает больше 200 тысяч сотрудников. При этом только в одном московском метрополитене их трудится свыше 60 тысяч. А в крупнейшем операторе городского транспорта в Мосгортрансе порядка 23 тысяч работников. Московский транспорт – один из крупнейших работодателей города с широким выбором вакансий. Например, в московском метрополитене больше 250 различных профессий, где вместе с самыми популярными, к примеру, машинисты электропоезда и дежурные по станции, встречаются и довольно редкие, такие как реставратор, кузнец ручной ковки или начальник вагонолаборатории. При этом количество желающих стать частью дружной транспортной семьи только растет. Как готовят будущих специалистов в области транспорта, расскажем в нашем сюжете. Следующая остановка – колледж московского транспорта. Москвич Кирилл Пономарев хочет быть слесарем. Слесарей для поездов учат в колледже, в который юноша поступил после девятого класса. Специальность – техническая эксплуатация подвижного состава, и в нее входят четыре профессии. Помощник – машиниста, техник, слесарь и электрик. Здесь Кирилл получил билет в профессию. Он на четвертом курсе и уже трудится в депо московского метрополитена – ключевого работодателя колледжа. Обучение по специальности технической эксплуатации подвижного состава проходит в течение трех лет. Вступить в колледж может любой желающий, имеющий аттестат об окончании школы. Вступление в колледж проходит по среднему баллу аттестата и не требует дополнительных вступительных испытаний. Сейчас у Кирилла учебная практика. Он знакомится с системой тормозов. Таких занятий больше половины, потому что профессию невозможно получить только из учебников. Начиная с открутить-закрутить, гайки, болты, соответственно, заканчивая более сложными операциями по диагностике оборудования, по разборке-сборке какого-то сложного оборудования, там, блочный ремонт, замена оборудования. Для студентов, которые совмещают учебу и работу, составляют индивидуальный график, а всем – карьерную карту. В ней прописаны шаги для достижения цели. Кольдж Московского транспорта уже более ста лет готовит специалистов для транспортной отрасли. И сейчас это 13 наиболее востребованных профессий и специальностей в московском транспорте. Среди них – слесари, диспетчеры, электрики, руки городского транспорта. Для них в колледже созданы мастерские. В слесарной трудится Кирилл. Если потерялся или обломился, допустим, пошла трещина по какому-либо болту или гайке, можно на станке токарном сделать новую. Также можно вручную, возможно, как-то доработать или переделать определенную деталь. Достаточно очень полезные слесарные навыки. После выпуска из колледжа они остаются у работодателя гарантированно, соответственно, опять-таки с гарантированным рабочим местом. Всего за три года можно получить профессию, диплом и работу. Сейчас на пути к мечте 3000 человек, которых называют будущее московского транспорта. Система среднего профессионального образования в столице развивается успешно. На сегодняшний день в московских колледжах обучаются 275 тысяч студентов. А к 2030 году их число планируют увеличить в два раза. Тем более, что спрос на получение среднего профессионального образования у молодежи есть. Какие специальности пользуются самым большим спросом и как сегодня в столице готовят будущих профессионалов, мы узнали у министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки Москвы Ирины Коклюгиной. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Один из приоритетных вопросов для города – это подготовка кадров. И мэр Москвы огромное внимание этому уделяет. Приезжает в колледжи, общается с молодежью. Расскажите, какие сейчас есть программы обучения? Ну, прежде всего, хочу в двух словах рассказать о рынке труда города Москвы, потому что главная задача всей нашей системы образования, в том числе и СПО, колледжи, о которых мы сейчас будем говорить, это четкое понимание, куда потом ребенок пойдет работать. На сегодняшний день у нас на рынке труда в городе почти полмиллиона вакансий. Мы проанализировали их структуру. Как она выглядит? 75% из этого числа работодатель ищет именно детей и работников со средним специальным образованием, то есть с образованием колледжей. И всего 15% в этой структуре составляют люди с высшим образованием. То есть в городе нужны в большей степени люди, которые умеют работать руками. У нас большая сеть, порядка 63 колледжей работают на сегодняшний день в Москве, что касается трудоустройства, то мы ежегодно, естественно, это анализируем. У нас в среднем оно составляет порядка 93-95%. У нас огромное количество ребят, которые нашли себя в жизни. Выпускник нашего Московского индустриального колледжа Денис Фролов, он сейчас занимается конструированием электробусов, работает на предприятии транспорта. Еще одна девочка у нас тоже очень талантливая, выпускница нашего технологического колледжа Тани Мальчикова. Она оканчивала специальность дизайнер, сейчас она владеет сетью магазинов в Москве, у нее свой собственный бренд. Что касается зарплат, в топе самых высокооплачиваемых у нас профессий сварщик. Хороший сварщик сегодня в Москве получает до 500 тысяч рублей. Оператор станков ЧПУ до 300 тысяч достигает зарплата. И слесаря вообще до 350 может доходить. Это как раз те специальности, те профессии, которые мы учим в наших колледжах. И, как я уже сказала, гарантированно в 95% случаях ребенок трудоустраивается на высокооплачиваемую работу. Действительно, очень достойная зарплата и хорошие привлекательные условия. Но вот вы уже сказали про транспортную сферу. И мне бы хотелось здесь поговорить о том, насколько сегодня формат среднего профессионального образования, насколько он привлекательен. В два раза выросло количество девятиклассников, которые выбрали своим образовательным треком именно колледж. И вот по решению мэра дополнительно у нас созданы бюджетные места в наших колледжах. Что касается возможностей, ну, как я уже сказала, большая сеть, большая инфраструктура. Еще приятный бонус у нас во всех колледжах Москвы. Кстати, мы один, наверное, из немногих, если не единственный субъект страны, где бесплатно предоставляем питание детям, которые учатся на бюджете. Этой осенью президент России и мэр Москвы открыли площадку практической подготовки в Руднево. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Да, действительно, это уникальный проект для страны точно. Наверное, и в мире аналогов таких нет. Это уникальная площадка, которая, как вы уже сказали, открыта по решению мэра вместе с президентом нашей страны. Что она себя представляет? У нас есть индустриальный парк Руднево, где работают крупнейшие предприятия, занимаются промышленностью. И в сердце, в центре этой площадки мы открыли колледж практической подготовки. Как это работает? Это здание, в которое приезжают дети из 15 колледжей со всей Москвы. Они туда приезжают на интенсивы, и по 2-3 недели они оттачивают свое мастерство. Там есть 20 лабораторий, самое современное оборудование. Еще один плюс, в чем заключается, в том, что преподают там, помимо преподавателей сотрудников колледжа, именно резиденты, сотрудники предприятий самого Руднево. То есть ребенок полностью погружается в процесс производства, и его учит не просто наш преподаватель, его учит преподаватель с производства. Ну, суперсовременное пространство, очень красивое, то есть туда хочется приезжать, там хочется находиться. Там классное кафе, значит, каворкинг-зона. Кстати, в этом колледже у нас работает парень, он работает в студенческом кафе, делает кофе, подрабатывает, скажем так. И при этом он учится на повара и баристу. Зовут его Илья. Наверное, на сегодня он самый известный барист в стране, потому что именно Илья сварил кофе президенту и мэру. Они с удовольствием его попробовали, выпили, вот, и сказали, что действительно кофе был очень вкусный. Вот, поэтому, Илья, если ты меня сейчас смотришь, привет тебе от нас от всех. Да, передаем. Да. Ирина, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам, Юль. Очень важно в жизни сделать правильный выбор и заниматься именно тем, что тебе по душе. Ну а если появится желание освоить новую профессию, можно пойти учиться в корпоративный университет транспортного комплекса, который даст возможность не только улучшить свой профессиональный уровень, но и повысить свою квалификацию. Сегодня в университете действует больше 440 учебных программ, а количество желающих обучаться там растет с каждым годом. К примеру, в прошлом году там прошли обучение свыше 56 тысяч человек. Теперь у них есть все возможности для карьерного роста, а также получение стабильной работы с хорошими условиями труда и достойной зарплатой. Ну а как там проходит обучение, давайте посмотрим. Следующая остановка Корпоративный университет московского транспорта. Софья Поседай 25 лет. Она училась на авиадиспетчера, но самолетам предпочла электропоезда. Увидела перспективу. Говорит, что так можно управлять подземным лимузином. Я увлеклась также этой тематикой. А тут еще и туннельная работа. Это достаточно интересно. Нужно соблюдать интервалы, нужно всегда вписываться в график, всегда посекундно рассчитывать свое время прибытия и отправления. Но прежде обучение. Софья села за парту. Первый шаг – стать помощником машиниста. На это уходит год. Второй шаг – программа «Машинист электропоезда». Машинист электропоезда учится в Корпоративном университете транспортного комплекса или 4,5 месяца, или 5,5, в зависимости от того типа подвижного состава, на который они проходят подготовку. Корпоративный университет отличается от вуза или колледжа. Здесь дают профессию и диплом, но учат точечно для городского транспорта Москвы. Первый раз наши ученики попадают в электродепо буквально на второй-третий день, когда мы организовываем им экскурсию в электродепо, для того, чтобы они посмотрели, как оно устроено, где машинисты заступают на смену, где машинисты отдыхают, и, соответственно, ближе знакомятся с подвижным составом, для того, чтобы уже больше иметь представления о профессии. Машинисты изучают оборудование – механическое, пневматическое и электрическое, а также вопросы безопасности. И, конечно, учатся профессионально управлять электропоездом. Верные помощники – тренажеры, копии кабин машиниста серии «Москва». А дальше сами электропоезда превращаются в учебный класс на колесах. Конечно же, проходим оборудование на этих составах, ну и, естественно, режимы ведения поезда и аварийной ситуации. Этот состав комфортный, так скажем, все есть. И кондиционер, и подогрев сидений, и хороший контроллер, и пульт управления, и все лаконично, все сделано красиво. Софья прошла стажировку в депо, сдала экзамены и получила права. Скоро первый выход на Некрасовскую линию. При этом увидеть женщин-машинистов можно и на Филевской линии. В московском метрополитене их уже больше сотни. Учиться и работать в транспортной сфере интересно и престижно. Часто приходят целыми семьями и формируются династии. К примеру, в московском метрополитене работают около 130 трудовых династий, чей суммарный стаж уже свыше 16 тысяч лет. Это была программа «Москва едет». С вами была Юлия Темникова. Увидимся на телеканале «Москва-24».